Мой вопрос касается так называемого дела Башнефти. В основе этого дела фактически лежит утверждение о том, что имущество было приватизировано незаконно и необходимо его изъять и вернуть государству. Вы в своих выступлениях неоднократно говорили о том, что приватизация проводилась достаточно нечестно, с большими проблемами. Также шла речь о том, что олигархия это не подарок. Безусловно, и в том, и в другом трудно с вами не согласиться. Тем не менее, как вы считаете, в интересах развития экономики целесообразно ли вырошить довольно-таки отдаленное прошлое? Если можно так выразиться, эти эпизоды, один из них произошел больше 10 лет назад, другой больше 20 лет назад. И стоит ли ставить под сомнение права собственности? Тем более, что с таким инструментарием можно изъять активы у любого собственника, не обязательно того, кто приватизировал, но и последующего. Другими словами, мой вопрос такой. Вы сегодня говорили о ваших предвыборных заявлениях и статьях. И я хотел спросить у вас, потеряла ли актуальность фраза, которая содержалась в одной из ваших предвыборных статей в 2012 году, где вы написали, что в обществе много говорят о том, что приватизация была нечестной, вы с этим согласны. И далее вы пишете. Однако, отъем собственности сейчас, как предлагают некоторые, привел бы просто к остановке экономики, параличу предприятий и всплеску безработицы. Спасибо. Я думаю, что непраздный вопрос. И хочу еще раз подчеркнуть то, о чем я говорил. Никакого массового пересмотра итогов приватизации не будет. Но в то же время, один случай от другого всегда системно и качественно могут отличаться. И поэтому, если у правоохранительных органов возникли какие-то вопросы в этой связи, либо в связи с движением активов, то мы не имеем права отказать правоохранительным органам в том, чтобы этот конкретный случай был расследован и было принято какое-то решение. Надеюсь, что все решения будут лежать не в уголовной, а в гражданской правовой, в арбитражной плоскости. Но я не собираюсь туда вмешиваться и не собираюсь давать никаких директивных указаний. Повторяю, это совсем не значит, что государство нацелено на то, чтобы в массовом порядке начать пересмотр. Такого пересмотра итогов приватизации такого не будет точно. Спасибо.